Несколько недель назад, Бог высвободил с небес на землю видение через своего слугу Орла Робертса, относящийся к этому последнему времени. Брат Робертс, его сын Ричард Робертс и я собрались вместе, чтобы донести до вас послание об этом видении. Поэтому оставайтесь вместе с нами, верьте с нами, молитесь с нами. А вот Ричард Робертс. Для меня честь и привилегия сидеть между двумя людьми, которых я люблю всем своим сердцем. Моим отцом Орелом Робертсом, который был и остается моим наставником в служении исцеления. И благодарение Богу, что я могу сидеть рядом с ним, а также рядом с моим дорогим другом Кеннетом Коплендом, который пророчествовал мою жизнь о том, что я вернусь домой, оставив все те вещи, вслед за которыми я пошел, и что я отдам свое сердце Богу. Так оно и произошло. И между кем бы мне и хотелось сидеть, так это между этими двумя людьми. Спасибо, Ричард. Хвала Господу. Это очень особенное время, потому что Бог показал моему отцу видение. Видение относительно будущего Америки, евреев, христиан, этого мира и того, что Бог собирается делать. И Бог дал Кеннету пророческое слово относительно этого видения, что является для вас очень важным. И вам не захочется пропустить то, что произойдет. Библия говорит в книге Амоса 3.7, «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим пророкам». Аминь. И я хочу, чтобы вы слушали своим сердцем, поскольку я верю, что когда вы услышите само видение и его пророческое толкование, это не оставит вас безучастными. Вы будете знать, что собирается делать Бог, и вы сможете приготовить свое сердце и быть готовыми. И нам очень важно быть готовыми. Отец, начни делиться тем видением, которое Бог положил тебе на сердце. Посреди этого беспорядка, страха и беспокойства, которые мы видим в нашей стране и в нашем мире. Когда я ходил и размышлял, я услышал голос Бога. Я слышал этот голос много раз. Я знаю его, и я не могу здесь ошибиться. Я понимаю, что это его голос, поскольку я знаю его. И как только я услышал этот голос, я сразу же увидел своими глазами то, чего никогда не видел. Вдруг я увидел клубы Дема в небе над Нью-Йорком и над восточной частью Соединенных Штатов, которые какое-то время висели над той территорией, а затем распространились по Америке, не касаясь земли. И затем Бог рассеял их, погнав их на народы земли. И я увидел и услышал. Что я увидел? Я увидел, как что-то сходило свыше. Кровь, курение и дым. Во всяком случае, именно так я видел это своими духовными глазами. Это было чем-то настолько огромным, что практически затмевало небо. Я сразу же подумал о событиях 11 сентября 2001 года, когда террористы атаковали башни-близнецы и через телевидение всех нас, живущих в Америке и, возможно, во всем мире. Я видел, как рушились эти здания высотой в более 100 этажей и слышал крик тысяч людей, которые были либо убиты, либо ранены. Я вспомнил тот страх, который пронзил мое сердце, и я знал, что то, что я чувствовал, чувствовали и все остальные. И я вспомнил, что никогда в истории этого мира и тем более Америки на человечество никогда в таких масштабах ничего не обрушивалось. Но это и в сравнении не идет с тем, что будет происходить через тех, кого мы называем сегодня террористами. Сначала я увидел, как это висело в воздухе, и в этих клубах дыма происходили большие изменения, которые я не мог не заметить. И затем я услышал, что-то вошло в мои уши, и это напомнило мне о том, что сказал мой друг, когда была запущена первая космическая капсула. Он сказал мне, что они все... Он был журналистом из Нью-Йорка, и они находились где-то в километре от стартовой площадки. И он сказал, что когда эта капсула оторвалась от земли, это был такой звук, от одного этого звука шевелилась трава. И он сказал... Он пронзил мое тело, и как я узнал из разговора с другими людьми, они чувствовали то же самое. Он сказал, что этот звук был настолько огромным, что за всю историю этого мира никогда ничего подобного еще не происходило. Я сразу же вспомнил эти его слова, поскольку тот звук, который входил в мои уши, пронизывал все мое естество. И затем я услышал, как Бог сказал, «Я даю знамение». Это знамение, согласно второй главе книги Деяний, в которой апостол Петр, исполнившись Духа Святого, получив крещение Духом Святым, сказал, что будут знамения на небе. Да. Бог сказал, это одно из знамений последнего времени, потому что мир не готов ко второму пришествию моего сына. Он сказал, «Моя церковь не готова ко второму пришествию моего сына». Евреи, с которыми я уже несколько тысяч лет состою в Завете, не готовы ко второму пришествию моего сына. Народы земли не готовы ко второму пришествию моего сына. Он сказал, Америка была отделена особым заветом, который я заключил со многими из тех людей, которые несколько сотен лет назад приехали сюда, чтобы основать эту нацию. Что это была моя нация, и что она собиралась нести Евангелие, как никакая другая нация. И Америка будет нести еще больше Евангелия. И он сказал, и Соединенные Штаты будут обладать не только огромной военной силой, как никакая другая нация, но они будут центром распространяемого мной Евангелия. И он сказал мне, помнишь, что я сказал в моей Библии моим ученикам 2000 лет назад, «Идите по всему миру и учите все народы». И когда это учение достигнет народов, тогда придет конец. И следующие его слова просто потрясли меня. Он сказал, несмотря на всю распространенную в мире силу моей Церкви, и особенно в Соединенных Штатах, которая является источником большей части Евангелия, проповедуемого по всему миру, «Моя сила пропадает даром». Нет понимания того, что это последнее время. И Церковь... В воскресенье утром люди приходят в Церковь, главным образом для себя. И проповедники в большей части не особо думают о народах Земли. Они думают о своих маленьких группах, и они поют свои песни, они выходят за кафедру и проповедуют. И он сказал, «После событий 11 сентября в сердца людей пришел страх, даже в сердца моих людей, ходящих в Церковь, а также в сердца людей, не ходящих в Церковь. И в следующее воскресенье миллионы людей в Америке бегом побежали в Церковь. Но проповедники были не готовы. И большинство из них даже не проповедовало и не говорило об этих событиях как о знамении чего-то, что грядет в сотни тысяч раз в больших масштабах». Он сказал, «Когда те самолеты с террористами врезались в башни Близнецы в Нью-Йорке, и те здания постепенно начали рушиться, это было больше того, что люди когда-либо видели. Но это и в сравнении не идет с тем, что произойдет во время второго пришествия моего сына». И поэтому он сказал, «Моя Церковь была к такому не готова». И люди пришли в Церковь, но затем ничего особо не произошло, и они откатились назад, и многие из них вернулись обратно в свои бары. Как я слышал от Кеннета Коупленда, «И вот я был со всем своим творением, живущим на земле, не считая всех тех, кто умер. Миллионов, которые жили и умерли, все из которых в свое время в будущем воскреснут, что напрямую связано со вторым пришествием моего сына. И некоторые воскреснут к вечной жизни, чтобы жить вечно в своих новых телах. А некоторые воскреснут к вечному позору и презрению, будут навечно потерянными». И он сказал, «Я люблю людей. Я сотворил их. Я люблю их, поскольку сотворил их. Я люблю их, потому что я послал своего единородного сына». И я сразу же подумал о величайшем фильме, снятом Мэллом Гибсоном. Да. Да. Который посмотрели миллионы и миллионы людей и до сих пор продолжают смотреть по всему миру. Я помню, как мы сидели и смотрели его с моей женой, и как он взбудоражил мою душу, и у меня из глаз текли слезы, «И меня всего трясло». Когда я понял что-то о страданиях Иисуса, Сына Божьего, которое Он претерпел, чтобы спасти человечество, и не позволить дьяволу уничтожить Божье творение, не позволить Ему уничтожить мужчин, женщин и детей, которых сотворил Бог, из-за которых Иисус умер и воскрес из мертвых, чтобы мы могли родиться свыше, чтобы мы могли покаяться в своих грехах и получить спасение и быть готовыми ко второму пришествию Христа. И Он сказал, как вы знаете, в Библии второе пришествие включает в себя два этапа. Первый этап назван восхищением церкви, а второй — явлением Сына Божьего. И в первую очередь я восхищу или заберу моих людей. Тех, кто рожден от Моего Духа, исполнен Моим Духом и служит Мне. В одну секунду я заберу их, и они встретятся с Моим Сыном на облаках и войдут в небеса, в Мое присутствие. И затем, вскоре после этого, я приведу эту невесту Христа вместе с Иисусом обратно на землю. Когда Иисус придет на землю во второй раз, и это будет началом суда над народами. Но Он сказал, «Мое сердце разбивает то, что Я повелел Моему народу, Я повелел Моей церкви проповедовать Евангелие по всему миру и учить все народы. И несмотря на то, что есть евангелисты, пасторы, пророки, апостолы и другие Мои работники в разных частях мира и в некоторых народах земли, это всего лишь капля в море по сравнению с тем, что Я повелел Моим ученикам делать. И Я так сильно люблю людей. Я не могу позволить, чтобы люди продолжали жить так, как они живут». И затем Он обратил мое внимание на 24 главу Евангелия от Матфея, начиная с 35 стиха. 35 стих. «Небо и земля придут, но слова Мои не придут». Слава Богу! «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец Мой один. То, о чем Я говорю, известно только Отцу, но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и в пришествии Сына Человеческого». И он напомнил мне из шестой главы книги «Бытия», что земля настолько была наполнена насилием и злодеяниями, что это уже переливалось через край. И Бог воскорбел в своем сердце, что сотворил человека. И он решил истребить человека и начать все сначала, сохранив остаток, которым была семья, Ной и его семья. И он повелел Ною построить огромную лодку, в которую тот должен был взять от каждой живой души по паре, чтобы спасти их от потопа. До этого на земле никогда раньше не было дождя. Она орошалась поднимавшимся паром. Когда пришел потоп, то эти воды подняли с земли эту лодку с семьей Ноя и с находившимися в ней парами животных. С земли, которая истреблялась, или с лица которой истреблялась человеческая раса. Потоп, который поднимает ковчег или остаток моего народа, водниной обрушится на живущих на земле людей как суд. И он сказал, поэтому должна быть проповедь с огнем, горящим внутри вас. должно быть помазание Духа Святого. Моя церковь должна пробудиться, поскольку то, что я показываю в этом знамении, которое увидит всякий глаз, услышит всякое ухо. Они увидят это, они не обязательно будут знать, что это такое, но это сигнал к тому, чтобы пробудиться в отношении второго пришествия моего сына. Оно не коснется, не опустится на землю, но вы будете это видеть, вы будете это слышать, и люди начнут осознавать эту драму последнего времени, второго пришествия Христа, когда откроется небо, и он вернется вместе со своей невестой, возьмет правление над землей в свои руки и уничтожит Антихриста, который поднимется в то время. Он уничтожит последователей Антихриста и установит на земле свое царство. И он сказал, я не могу позволить, чтобы кто-либо жил и умирал, не зная о том, что мой сын грядет во второй раз. Слава Богу. Меня всего трясло. Я пошел на кухню, где была моя дорогая жена Эвелин, и я сразу же рассказал ей о своем видении. На следующий день мой сын Ричард прилетел и стался в Калифорнию, где я сейчас живу на закате своей жизни. Мне 86 лет, моей жене Эвелин, 87. Я посадил его и рассказал ему то, что рассказал вам. Затем я снял трубку и позвонил пророку Божьему, Кеннету Коупленду, который является моим сыном в Господе как минимум лет 45, сильному мужу Божьему на этой земле и в мире. и я рассказал ему то, что рассказал вам. И затем я сказал, Кеннет, мне кажется, мы должны рассказать миру об этом видении. Да. поскольку я видел это и я слышал это и я знаю, что иногда, знаете, мне кажется, вполне возможно, что очень скоро это знамение, в какой бы форме оно не было вам явлено, возможно, вы не увидите это в точности так, как я увидел это. Но вы увидите что-то, что будет превосходить все, что вы когда-либо видели. Вы услышите что-то внутри своего естества, чего вы никогда не слышали. Это будет связано со вторым пришествием Иисуса, чтобы сказать вам, что пришло время вам встать на колени. И я чувствую, как это сейчас выходит из моего естества, что пришло время вам вернуться в церковь. И сейчас, проповедники и учителя, пришло время вам встать со своей Библией и действительно проповедовать о втором пришествии Христа и говорить людям о том, что все не будет продолжаться так, как оно идет сейчас. Всему этому будет положен конец. Пробудется весь мир. И террористы это лишь прелюдия. То, что они сейчас творят, это не остановится. Они будут творить такое, что будет превосходить все то, что мы видим сейчас. И чуть позже я скажу об этом больше. Но, Ричард и Кеннет, я снова повторяю вам, как уже говорил несколько дней назад, это видение, которое показал мне Бог. После того, как ты рассказал мне об этом видении, а потом поговорил с Кеннетом по телефону, Кеннет позвонил мне и сказал, «Ричард, можем ли мы каким-то образом записать этот разговор?» И он сказал мне, «Да, можем, ты прислал его ко мне». «Да, и то, что Господь пророчески сказал ему, что с моей точки зрения, Кеннет, является толкованием данного видения и того, что ты в результате этого увидел. Не мог бы ты начать делиться тем, чем ты поделился со мной по телефону, с пророческой точки зрения объясняя, что это означает и как это может произойти, кого это затронет и о чем говорил Бог, говоря о евреях, церкви и народах?» Это действительно сигнал к тому, чтобы пробудиться и понять, что мы на пороге этого. Что это не что-то, что произойдет когда-нибудь в далеком будущем. Мы на пороге этого. С момента Эдемского сада прошло 6000 лет. И мы стоим на пороге седьмого тысячелетия. Мы уже на пороге его. И все то. Что должно произойти между шестым и седьмым тысячелетиями, происходит прямо сейчас. Мы живем в этом небольшом разделяющем эти тысячелетия отрезки времени. И все, что, как сказал Бог, исполнится в этот шеститысячелетний период, должно будет завершиться в этот небольшой период времени, в этот небольшой период благодати, в который я верю, миллиарды людей узнают о том, что делает Бог. И у них есть выбор. Они могут либо принять это, либо отвечать за последствия. Это назревает. Это назревает. И мы в самом разгаре всех этих событий. И первое, что действительно поднялось внутри меня, это первое послание Коринфянам 10.32, в котором говорится, «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, и у меня в сноске написано народам, ни церкви Божьей». Это три группы людей на земле. Церковь. Тело Христова, церковь, рожденной свыше верующей. Затем есть иудеи, и есть также народы. Других групп нет. Каждого человека можно отнести к одной из данных групп. И когда Бог что-то говорит, для церкви это может звучать одним образом, для народов – другим, а для иудеев – третьим, и тем не менее оставаться одним и тем же посланием. Он может по-разному об этом говорить, но конечный результат остается тем же. «Все, что Бог говорит церкви, телу Христову, Он говорит, преследуя следующие цели. Либо, чтобы что-то изменить, Он открывает пророкам свои тайны, чтобы они могли сказать людям. И вы можете начать молиться и что-то изменить. Или же вы можете приготовиться к этому. Да. Или же вы можете изменить интенсивность и силу этого. Ричард, если говорить о любом рожденном свыше чаде Божьем, то нужно отметить такую вещь. Если Бог открывает, что грядет что-то подобное, или если Бог открывает, что грядет спад в экономике, или какие-то определенные суды, которые мы уже видим на земле. И они цикличны. И вот вы узнаете, что это грядет. Вы можете начать молиться, или бы совсем это остановить, или полностью это изменить. или же это может быть что-то такое, что вы лично не можете остановить. Но вы всегда можете изменить это на уровне вашей семьи, вашей церкви и вашего личного окружения, поскольку у нас есть оружие света, если мы послушны Богу. И у нас есть вера. У нас есть вера. И наша система, Царство Божье, функционирует не зависи от этой земли, если только мы научимся в ней действовать. Кеннет, можно я тебя немного перебью? Помнишь, ты спросил у меня по телефону, когда я рассказывал тебе о своем видении, описывая это знамение в небесах над Америкой и народами Земли. Ты спросил меня об интенсивности и силе этого. И можем ли мы уменьшить интенсивность этого? И я сказал, да, но этого нельзя остановить. Бог собирается это сделать. Это грядет. Он даст сигнал к тому, чтобы пробудиться. Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Вчера мы начали говорить о первой части того видения, которое Иисус высвободил на эту землю через своего слугу Орла Робертса. Сигнал к тому, чтобы пробудиться. И сегодня мы продолжим говорить о нем, поэтому давайте приступим. Вдруг я увидел клубы дыма в небе над Нью-Йорком и над восточной частью Соединенных Штатов, которые какое-то время висели над той территорией, а затем распространились по Америке, не касаясь земли. И затем Бог рассеял их, погнав их на народы земли. И я увидел и услышал «Что я увидел?» Я увидел, как что-то сходило свыше. Кровь, курение и дым. Во всяком случае, именно так я видел это своими духовными глазами. Это было чем-то настолько огромным, что практически затмевало небо. Сначала я увидел, как это висело в воздухе. И в этих клубах дыма происходили большие изменения, которые я не мог не заметить. И затем я услышал, что-то вошло в мои уши, поскольку тот звук, который входил в мои уши, пронизывал все мое естество. И затем я услышал, как Бог сказал «Я даю знамение». Это знамение, согласно второй главе книги Деяний, в которой апостол Петр, исполнившись Духа Святого, получив крещение Духом Святым, сказал, что будут знамения на небе. Верно. Верно. Бог сказал, это одно из знамений последнего времени, потому что мир не готов ко второму пришествию моего сына. Он сказал, моя церковь не готова ко второму пришествию моего сына. Евреи, с которыми я уже несколько тысяч лет состою в Завете, не готовы ко второму пришествию моего сына. Народы земли не готовы ко второму пришествию моего сына. И следующие его слова просто потрясли меня Он сказал, несмотря на всю распространенную в мире силу моей церкви И особенно в Соединенных Штатах Которые являются источником Большей части Евангелия, проповедуемого по всему миру Моя сила пропадает даром Нет понимания того, что это последнее время Но он сказал, мое сердце разбивает то, что я повелел моему народу Я повелел моей церкви проповедовать Евангелие по всему миру И учить все народы И несмотря на то, что есть евангелисты, пасторы, пророки, апостолы И другие мои работники в разных частях мира И в некоторых народах Земли Это всего лишь капля в море По сравнению с тем, что я повелел моим ученикам делать И я так сильно люблю людей Я не могу позволить, чтобы люди продолжали жить так, как они живут И он сказал Поэтому должна быть проповедь с огнем Горящим внутри вас Должно быть помазание Духа Святого Моя церковь должна пробудиться Поскольку то, что я показываю в этом знамении Которое увидит всякий глаз Услышит всякое ухо Они увидят это Они не обязательно будут знать, что это такое Но это сигнал к тому, чтобы пробудиться В отношении второго пришествия моего сына Никогда даже не пытайтесь угадать Что именно сделает Бог Ну, я верю, что это будет террористическая атака Я верю, что это будет взрыв атомной бомбы Я верю, что это метеорит упадет в океан Забудьте об этом Вы узнаете это, когда это придет А что нужно делать Так это обратиться к Слову Божьему Обратиться к Богу Прийти к Нему в покаянии И приготовиться к этому Позвольте мне вернуться к тому О чем Бог начал говорить мне 27 ноября 2003 года И затем в канун Нового года Господь посетил меня Я проповедовал в тот вечер в нашей церкви В канун наступления 2004 года В тот последний день декабря 2003 года Господь начал говорить со мной Начиная с обеда И закончил только где-то за час До начала вечернего собрания Я записал это Он сказал 2004 год будет известен как год полноты К концу 2004 года все призвания достигнут своей полноты Служение апостола Служение пророка Служение евангелиста Служение пастора Служение учителя Все, кто будет послушен мне Проявятся в полной мере Дары духа будут проявлены в полной мере Как они проявлялись Когда Иисус был на этой земле Да, ты сказал Все, кто будет послушен мне Все, кто будет послушен мне Это всегда стоит в центре того Чтобы Бог не говорил Если вы будете послушны мне Если мы будем двигаться в этом направлении Будем готовы Когда это придет Тогда те Кто действует в дарах духа Особенно в служении исцеления Поскольку именно туда люди пойдут Я спросил Бога насчет церкви В каком она находится состоянии И какое действие Должно возыметь На его церковь это откровение Которое он приносит В качестве сигнала К тому, чтобы пробудиться Я никогда не забуду Что он сказал И я говорю это очень аккуратно Не пытаясь никого обидеть Он сказал В моей церкви есть пустота Есть слабость Вроде той Когда про кого-то говорят Он слабак В людях Которые пытаются Провозглашать Мое Евангелие Есть дух слабости Они не чувствуют Меня внутри себя Они берут Какую-то форму теологии Берут эту маленькую форму И следуют тому Чему были научены И люди приходят в церковь Сидят там С крестив руки И говорят Надеюсь мне полегчает Когда это служение закончится И они встают И уходят домой Но Бог сказал Мало что происходит Пришло время пробудиться Потому что второе пришествие Иисуса Все изменит И оно изменит каждого человека Жившего раньше И живущего сейчас Когда ты сейчас говорил Я увидел волну Обрушивающуюся на берег здесь На океане И человек стоит там в воде И вот идет волна Вам ее не остановить Она все равно Послушать послушание Так чтобы мы могли кататься На этой волне И она не била нас по лицу Я так понимаю твои слова Я тоже Я вижу Что Господь говорит Именно об этом Давайте разберем это Шаг за шагом Все подобного рода события Являются проявлением суда Поскольку есть определенные вещи Которые Бог подверг суду И есть определенные вещи Для которых есть какой-то предел И они должны быть остановлены Для кого-то это может показаться Обреченностью и мраком Но ты не говоришь об обреченности и мраке Все зависит от того В какой семье вы находитесь Где вы в этот момент находитесь Это будет мрачный день Для того Кто находится в этом мире Без Бога Слово Божье говорит Что если вы без Христа То вы без надежды И без Бога В этом мире Поэтому для них это еще хуже Чем обреченность и мрак Это вечная тьма Вечные муки Но все может быть по-другому Давайте поговорим о теле Христовом Во-первых Никогда не бойтесь суда Будьте послушны Не впадайте в страх Страх Сделает вашу веру слабой Допускать страх Страх значит заражать свою веру В этом-то и суть страха Сатана пытается парализовать тело Христова Чтобы оно ничего не могло делать И тогда он сможет устанавливать в мире свои границы И переустанавливать их по сути через страх Разве не поэтому так многие люди в церкви настолько жалки Их спасение не работает Многие чуть теплые И некоторые приходят в церковь И они не знают почему Но они живут жалкой жизнью У них в сердце нет победы Христа Дух Святой не действует Они не видят чудес и знамений Чудес Библии Разве не поэтому? Да, в корне этого лежит страх И они приходят, чтобы успокоить свою совесть Давайте вернемся к тому, что говорит Слово Божье И мы сделаем на этом акцент В 11 главе 1 послания Коринфянам очень ясно говорится Давайте откроем 11 главу 1 послание Коринфянам 11 глава 1 послания Коринфянам Какое послание? В которой апостол Павел учит о хлебопреломлении Начиная с 23 стиха и вплоть по 30 И посмотрите 31 стих Ибо если бы мы судили сами себя То не были бы судимы Будучи же судимы Наказываемся от Господа Чтобы не быть осужденными с миром Так что Если мы будем судить самих себя Мы не подвергнемся тому суду Который грядет на этот непокаившийся мир Так что это хороший суд О да, для нас он хороший Разве это не Давид говорил? Исследуй меня, Господь Посмотри, нет ли вы мне чего-то Да Он судил себя каждый день Позвольте мне рассказать вам о том Что произошло со мной последующие дни После того, как я увидел это видение Когда я думал, что я был близок к Богу Я чувствовал присутствие Господа И сейчас я не путешествую в своем служении Но ко мне прилетают служители со всего мира Чтобы сесть со мной И спросить моего совета И многие привозят с собой видеокамеры Чтобы я мог провести воскресное служение в их церкви И я посмотрел на себя И увидел, что у меня не было достаточно Духа Божьего Я увидел, что некоторых проблем, которые у меня есть Вообще могло и не быть У меня не должно было быть ни одной из них И я начал судить Орла Робертса Я начал смотреть и обнаружил Что я не обращал достаточного внимания на второе пришествие Христа Я спросил самого себя Когда ты последний раз говорил о втором пришествии Иисуса Я не мог даже вспомнить Это возгрело тебя, верно? Это возгрело меня И именно это я сейчас и чувствую Честно говоря, мне трудно сейчас говорить Внутри себя я настолько разбит Мне хочется плакать Мне хочется кричать Мне хочется сказать Господь, дай мне еще один шанс Дай мне эту гору Давайте подробнее на этом остановимся Когда Бог говорит Есть апостолы, пророки Евангелисты, пасторы и учителя Все эти служения являются пророческими Нет такого понятия, как непророческое служение Божье Поскольку говорит именно Бог Но Орл Робертс является апостолом, евангелистом Ты, евангелист Я был призван в служение пророка и учителя Но в самом начале Господь сказал мне Фактически, давая поручение нашему служению Он использовал пятую главу послания к евреям В которой говорится, что питаемый молоком является младенцами Да А духовно взрослыми являются те, кто через тренировку Научили свои чувства знать разницу между добром и злом Он говорит о служении телу Христову Но когда Бог обращается к твоему отцу Он хочет, чтобы это услышали все Говоря через него, Бог обращается к народам Когда Бог говорит через меня Я прочитаю, что Он мне сказал Он говорит это телу Христову Я слышу, что Он говорит миру Он сказал то же самое Только через него Бог говорил о том, что мир полон греха А мне Он говорил о годе палаты И полон болезни Да Продолжай Поэтому, как ни посмотри Полный, значит полный Он обращается к миру, говоря о том, что тот полон греха И Он обращается к нам, говоря о том, что мы полны послушания Да, но послушайте, в чем суть этого Было много всего сказано Но давайте сосредоточимся на слове Обращенном к народам И на слове, обращенном к телу Христову Бог сказал 2004 год будет самым полным годом вашей жизни Это относится к послушанию Это относится к тому, что Он говорит И почему Он делает подобного рода вещи Почему Он пробуждает этот мир Почему будут происходить определенные вещи Я не верю, что произойдет только это Уже сейчас происходит много всего, что имеет отношение к суду над народами К суду над лжерелигиями К суду над грехом Что человек посеет, то он и пожнет Сеяние и жатва постоянно находятся в действии Мне кажется, ты еще раньше дал мне на это ответ Когда сказал, что у Бога время подошло к концу У него время подошло к концу Пришло его время Он дал людям много-много-много-много лет Чтобы они покаялись И Бог не стал менее милостивым Его милость не закончилась, но у него время подошло к концу Все это произойдет в точности в то время, которое Он выбрал В точности в ту секунду, которую Он определил Ибо Отец знает это время, этот час Он знает его 24 глава Евангелия от Матфея И по его расписанию подходит это время И одно из того, что он мне сказал Он сказал Я взял в свои руки политиков Я взял в свои руки политику Голосуйте на всех выборах так, как я говорю вам голосовать Потому что все подходит к концу И он сказал 2004 год будет самым полным годом в вашей жизни 2005 год – это год переливания через край Насколько сильным будет это переливание через край Зависит от того, сколько вы посеете в отношении его в 2004 году Это сильно И Бог обращается здесь к телу Христова А здесь Он обращается к народам Да И к той части тела Христова, которая живет, как этот мир Кеннет Как ты знаешь Последние 57 лет я проповедовал на всех континентах Я не проповедовал в каждой нации Но я проповедовал во многих нациях И проводил огромные евангелизации Мои телевизионные передачи Многие годы Охватывали значительную часть мира Я ездил по миру И число людей, которых я видел Проповедующими Евангелие Было настолько бесконечно маленьким Что это практически разбивало мое сердце Я возвращался в Америку И здесь церковь чуть ли не на каждом углу В Америке есть сотни тысяч проповедников И сотни тысяч учителей Евангелия И эта страна является источником Евангелия Проповедуемого во всех нациях Но когда вы едете в другие страны Там нет такого количества проповедников Но величайшие пробуждения, которые идут сегодня на земле Зарождаются именно там Есть только считанные люди Такие как в Африке Наш брат из Германии Рейнхард Он мне нравится Таких, как он, можно по пальцам пересчитать И большинство церквей мало заботит Что происходит за стенами их церковных зданий И там, где они живут Я увидел это И Бог сказал Неужели ты думаешь, я этого не видел? Слава Богу Он сказал Неужели ты не видишь Что если я что-то не сделаю И если я не пробужу эту страну Не пробужу моих людей И не пробужу народы То сложится впечатление, что я не люблю людей Что мой сын умер зазря Сложится впечатление, что я не приготовил новое небо и новую землю Для этого погибающего мира Для этого, как никогда, больного мира Люди сегодня больны, как никогда раньше У нас лучшая медицина Мы так молимся Но они больны, как никогда раньше Сама по себе проблема здоровья Наверное, считается самой серьезной проблемой С которой, как считают люди Они сейчас сталкиваются на личном уровне И несмотря на все эти новые лекарства На работу сотен тысяч и миллионов квалифицированных врачей Медсестер И других работников здравоохранения Люди по-прежнему не знают, как быть здоровыми Они болеют больше, чем раньше Мы не знаем, как быть здоровыми Хотя Иисус пришел в этот мир Чтобы исцелять больных Он пришел в этот мир, чтобы исцелять больных Изгонять бесов Спасать потерянных И чтобы сделать нас новым творением Он сказал, этого не происходит И я что-то предприму по этому поводу Поэтому все, что я могу сделать Это рассказать об этом Вигении Это все, что я могу сделать Мне 86 лет Скоро Господь призовет меня к себе на небо Возможно, это мое последнее послание Я не знаю Но я точно знаю Что Бог говорит сейчас И очень скоро Он будет говорить намного громче Я верю, что с каждым днем Это будет умножаться просто феноменальным образом Благая весть состоит в том Что если мы услышим это не просто нашими ушами Уподобляясь человеку Который приходит в церковь Внимательно все выслушивает А потом возвращается домой И занимается своими делами Но если мы услышим это своим сердцем Кеннет Тогда это станет для нас словом веры И мы будем готовы И мы начнем отбрасывать то, что нужно отбросить И мы начнем каяться Мы начнем проявлять послушание Мы будем готовы Я хочу быть готовым, когда вернется Иисус Я не знаю насчет восхищения церкви Я не знаю, когда оно произойдет Я только знаю, что хочу быть готовым Он учил меня всю мою жизнь быть готовым к восхищению церкви Которое произойдет во мгновение ока Но работать так, как будто до него еще тысяча лет Но я должен быть готов Давайте чуть больше поговорим о суде Поскольку это сигнал к тому, чтобы пробудиться В Исайе 26,9 говорится Что в суде Бог может сделать больше, нежели в благословении Поскольку это пробуждает людей А также Если бы на земле не было такой вещи, как суд Ничто бы не препятствовало греху Заходить так далеко Как он только может зайти Сатана заполучил бы все деньги Всю землю Он заполучил бы всех людей Но смерть Не дает этому произойти Суд в конце концов Упрется в стену и не сможет идти дальше Возмездие за грех – смерть Разве не поэтому время от времени происходит спад в экономике? Это циклично Есть циклы жизни И есть циклы смерти И они не имеют политическую природу Политики реагируют на них Но они не имеют политическую природу Они имеют духовную природу Если бы экономика имела политическую природу Не при одном бы политике не было плохой экономики Он никогда бы такого не сделал Но он ничего не может с этим поделать Вы можете повлиять на это только словом Божьим Отдавая десятину, давая пожертвования И следуя законам Божьим И ходя о прощении Ты мне кое о чем напомнил Посреди этого видения Я спросил Бога О президентских выборах Во многих странах По всему миру И он сказал так Он ответил следующее Это духовное сражение Да Я сказал Но они говорят об экономике О войнах между разными странами О конфликте между разными религиями И этническими группами Мы не можем называть некоторые страны Христианскими странами Только лишь потому Что в них живет много христиан Но он сказал Это духовное сражение Любому участвующему в них Придется вести духовное сражение И он сказал Духовным людям Пора пробудиться И пробудиться сейчас Во второй главе Книги Деяний Господь сказал И покажу чудеса на небе вверху И знамения на земле внизу Кровь и огонь И курение дыма Солнце превратится во тьму И луна в кровь Прежде нежели наступит день Господь им великий и славный Это не обязательно будет Что-то разрушительное Поскольку он сказал И будет Всякий, кто призовет имя Господне Спасется Поэтому будьте сейчас Очень внимательны Когда я ходил и размышлял Я услышал голос Бога Я слышал этот голос Много раз Я знаю его И я не могу здесь ошибиться Я понимаю, что это его голос Поскольку я знаю его И как только я услышал этот голос Я сразу же увидел своими глазами то Чего никогда не видел Вдруг Я увидел клубы дыма в небе Над Нью-Йорком И над восточной частью Соединенных Штатов Которые какое-то время висели на той территории А затем распространились по Америке Не касаясь земли И затем Бог рассеял их Погнав их На народы земли И я увидел И услышал Что я увидел? Я увидел, как что-то сходило свыше Кровь Курение И дым Во всяком случае Именно так я видел это Своими духовными глазами Это было Чем-то настолько огромным Что практически затмевало небо И затем я услышал, как Бог сказал Я даю знамение Это знамение Согласно второй главе книги Деяний В которой апостол Петр Исполнившись Духа Святого Получив крещение Духом Святым Сказал, что будут знамения на небе Да Да Бог сказал Это одно из знамений последнего времени Потому что мир Не готов Ко второму пришествию моего сына Он сказал Моя церковь Не готова Ко второму пришествию моего сына Евреи, с которыми я уже несколько тысяч лет состою в завете Не готовы ко второму пришествию моего сына Народы земли Не готовы ко второму пришествию моего сына Поэтому Должна быть проповедь с огнем, горящим внутри вас Должно быть помазание Духа Святого Моя церковь Моя церковь должна пробудиться Поскольку то, что я показываю в этом знамении Которое увидит всякий глаз Услышит всякое ухо Они увидят это Они не обязательно будут знать, что это такое Но это сигнал к тому, чтобы пробудиться в отношении второго пришествия моего сына Оно не коснется и не опустится на землю Но вы будете это видеть Вы будете это слышать И люди начнут осознавать эту драму последнего времени Второго пришествия Христа Когда откроется небо И он вернется вместе со своей невестой Возьмет правление над землей в свои руки И уничтожит Антихриста Который поднимется в то время Он уничтожит последователей Антихриста И установит на земле свое царство И он сказал Я не могу позволить Чтобы кто-либо жил И умирал Не зная о том Что мой сын Грядет во второй раз Давайте чуть больше поговорим о суде Поскольку это сигнал к тому, чтобы пробудиться В Исайе 26.9 говорится Что в суде Бог может сделать больше, нежели в благословении Поскольку это пробуждает людей А также Если бы на земле не было такой вещи, как суд Ничто бы не препятствовало греху Заходить так далеко Как он только может зайти Сатана заполучил бы все деньги Всю землю Он заполучил бы всех людей Но смерть Не дает этому произойти Суд, в конце концов, упрется в стену и не сможет идти дальше Возмездие за грех – смерть Разве не поэтому время от времени происходит спад в экономике? Это циклично Есть циклы жизни и есть циклы смерти И они не имеют политическую природу Политики реагируют на них Но они не имеют политическую природу Они имеют духовную природу Если бы экономика имела политическую природу Ни при одном бы политике не было плохой экономики Он никогда бы такого не сделал Но он ничего не может с этим поделать Вы можете повлиять на это только словом Божьим Отдавая десятину Давая пожертвования И следуя законам Божьим И ходя о прощении Ты мне кое о чем напомнил Посреди этого видения Я спросил Бога О президентских выборах Во многих странах По всему миру И он сказал так Он сказал Это духовное сражение Да И я сказал Но они говорят об экономике О войнах Между разными странами О конфликте между разными религиями И этническими группами Мы не можем называть некоторые страны Христианскими странами Только лишь потому что в них живет много христиан Но он сказал Это духовное сражение Любому участвующему в них Придется вести духовное сражение И он сказал Духовным людям Пора пробудиться И пробудиться сейчас Да Именно так он и сказал Знаешь Что, что ты только что сказал Является определенной формой суда Бог подверг это суду И для тела Христова Которое будет слушать И будет приготовлено Это является нашим судом И покаяться Если мы каемся Прощаем и делаем все то, что ты упомянул Прощаем и идем дальше Тогда мы удовлетворяем требованиям этого суда И он на нас не приходит Он не затрагивает нашу сферу влияния Или наше окружение Когда же Бог обращается к миру То для них есть только один ответ Прямо сейчас Принять Иисуса Как своего личного спасителя Только так можно себя от этого оградить Потому что в мире Происходят определенные суды Например Вот как Бог мне это показал Он сказал И в то время я находился в Форт-Уорсе По дороге номер 35 Проходящий через Форт-Уорд Вы можете ехать как на север, так и на юг И он сказал Если ты едешь по 35-й дороге на север И ты знаешь, что моя воля состоит в том Чтобы ты был в Сан-Антонио И ты сам хотел бы быть в Сан-Антонио Но сколько бы ты не плакал и не молился Это не принесет никакой пользы до тех пор Пока ты не развернешься и не поедешь на юг Поскольку если ты будешь продолжать ехать по ней на север Ты приедешь в Оклахома-Сити Нравится тебе это или нет Ты можешь плакать об этом Пока тебе уже нечем будет плакать Покаяться Значит развернуться на 180 градусов И здесь есть один важный момент До тех пор, пока Бог будет посылать эти знамения Слава Богу У нас еще есть шанс До тех пор, пока Он по-прежнему в нас заинтересован У нас еще есть шанс Но Он сказал Не я заставил тебя ехать по этой дороге на север Ты сам так поехал Но это Я поставил там знаки, на которых написано До Оклахома-Сити 180 миль До Оклахома-Сити 100 миль И Вилли Брим напомнил нам сегодня утром Что когда-то сказал Кеннет Хейген Он сказал Если вы едете по дороге и видите знак, на котором написано Через 10 миль нет моста На следующем написано Через 5 миль нет моста Знаки становятся все Большего, большего и большего размера И он сказал Только слепой глупец Все равно будет продолжать ехать дальше Чтобы сорваться в пропасть В то время, как вокруг стоят знаки Все, что вам нужно было сделать, это развернуться Многие люди, Кеннет, ослеплены хитростями и стратегиями сатаны Они ослеплены и считают, что с ними все в порядке Поскольку они делали хорошие вещи Братья, можно я вас немного перебью? Да Во второй главе книги Деяний Мы к этому еще вернемся Хорошо Бог повел меня во вторую главу книги Деяний Начиная с 17 стиха Сразу же после того, как он излил дар Духа Святого На первых 120 учеников Иисуса Христа После Его воскресения Начиная с 16 стиха Петр сказал Но это есть предреченное пророком Иоилем И будет в последние дни Говорит Бог И залью от Духа Моего на всякую плоть Понимаете, мы живем в последние дни И Бог собирается излить Свой Дух на всякую плоть Это то, что я увидел и услышал И залью от Духа Моего на всякую плоть И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши И юноши ваши будут видеть видения И старцы ваши с наведениями вразумляемы будут И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни И залью от Духа Моего И будут пророчествовать И теперь послушайте 19 стих И покажу чудеса на небе вверху И знамения на земле внизу Кровь и огонь И курение дыма Слава Богу Именно это, как сказал Бог Он и будет делать И я не увязывал это с нашим временем Я увязывал это непосредственно с самим вторым пришествием Иисуса Во время которого, конечно, будет происходить многое из этого Но здесь, сразу же после того, как крещение Духом Святым было излито на Его учеников Он сказал, что будут эти знамения Кровь, огонь и курение дыма Они будут приходить на землю И я верю, что именно это Бог мне и показал По крайней мере, именно такую часть этого я увидел и услышал Я верю в это Я заметил, что это увязано с тем Что рабы и рабыни пророчествуют Да Он сказал Я залью от Духа Моего И они будут пророчествовать И я покажу чудеса на небе вверху И знамения на земле внизу Кровь, огонь и курение дыма Кое-что из этой сегодняшней передачи Слава Богу Коснется сердца и разума тех людей Которые раньше всегда оставались равнодушными Это слово принесет покаяние И перед тем, как мы обратились ко второй главе Деяний Я говорил, что вопрос не в том, чтобы быть хорошим человеком Или я сделал так много хорошего Или я ведь каждое воскресенье ходил в церковь Или я пел в церковном хоре Вопрос не в этом Вопрос в том, знаете ли вы Господа Иисуса Приняли ли вы Христа своим личным спасителем Родились ли вы свыше Это то, что Иисус сказал Никодиму Должно вам родиться свыше Что ты имеешь в виду, Иисус? Как я могу во второй раз войти в утробу своей матери? Нет, вы говорите о плоти Вы говорите о земных вещах А я говорю о духе, о рождении от Бога Когда-то в моей жизни наступил такой момент Когда я отбросил то, что было от меня, от мира И я сказал, Иисус, я каюсь в своих грехах И я принимаю Тебя своим Господом и Спасителем Именно об этом Он и говорит Именно об этом и ты говоришь Это то, что должно произойти с теми, кто не знает Господа Это вечная погибель и мрак для тех людей, которые не знают Иисуса Но для тех, кто знает Его О, что за день! В этом видении Бог показал мне корабль Плывущий в другую страну И за ним плыл еще один корабль Который потом нагнал И обогнал этот первый корабль И Бог сказал, моя церковь двигалась в одном направлении Но она сбавляла скорость и становилась все слабее Теперь в Америке новый корабль Да И этот корабль представляет собой Вот этот дух отрицания и отвержения Бога Когда какие-то глупые небиблейские вещи становятся законом Пытаясь прибрать к своим рукам нашу страну Насмехаясь над церковью Отложить в сторону Евангелия И прибрать к своим рукам ту нацию Которая, как ни одна другая нация Является источником Евангелия для народов И нарушить тот завет Начало которому было положено на корабле Мэйфлауэр И вы кое-что знаете о подписанном на нем соглашении Приплывшие на нем сюда несколько сотен лет назад Люди помогали основывать Америку Ты хочешь что-нибудь об этом сказать? Да, у меня есть копия этого соглашения Во имя Бога, аминь Мы Проделавшие для славы Бога и распространения христианской веры И в честь нашего короля и нашей страны Путешествие Чтобы основать первую колонию в северной части Вирджинии Настоящим Торжественно в присутствии Бога и друг друга Заключаем завет И объединяемся вместе Разве это не 18 глава Евангелия от Матфея? Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле То будет им А не в завете друг с другом Мы объединяемся вместе в гражданское политическое правительство Для нашей лучшей организации Сохранности И продвижения вышесказанного Для того, чтобы время от времени утверждать, составлять и формулировать Такие справедливые и равноправные законы Постановления, акты, конституции Которые бы наиболее удовлетворяли И были удобны для общего блага колонии Которым мы обещаем полностью подчиняться и быть послушными И на этом основании и была построена Америка Они заключили с этим завет и утвердили Это была часть Америки Этого, Ричард, нельзя было сказать о всех людях, ехавших в Америку И они утвердили это перед Богом, как записанный завет И они все подписали его И поклялись всегда признавать его Это было в 1620 году Это огромное число людей, которым бы хотелось отбросить это И установить новые законы, абсолютно не библейские И расслабляющие людей Брак, человеческую жизнь Они являются этим кораблем Который пытается обогнать евангельский корабль Да И это духовное сражение, связанное с выборами Имеет к этому непосредственное отношение Да, я вижу это Есть основания, состоящие из двух частей На котором все строится Нельзя начать строить дом прямо вот здесь Нужно заложить основания И потом строить дом Давайте прочитаем послание Галатам 6-7 Помните, мы говорили о Ное и о ковчеге? Да Когда ковчег опустился на землю, Бог сказал Конечно, этот принцип всегда существовал на земле Но затем Бог снова заключил с Ноем завет И снова установил на земле этот принцип Для новой человеческой расы Для новой человеческой расы Лежащей в основании всего, что они будут делать Сеяние и жатва Во все дни земли Это восьмая глава бытия 8-22 Во все дни времени Извините Во все дни земли Сеяние и жатва не прекратятся Поэтому мы не можем это игнорировать Нет Тогда давайте поставим этот столб на свое место Не обманывайтесь Бог поругаем Не бывает Что посеет человек То и пожнет Сеящий в плоть свою От плоти пожнет тление А сеящий в дух От духа пожнет жизнь вечную И прочитай еще 9 стих Делая добро, да не унываем Ибо в свое время пожнем Если не ослабеем То, что Бог открыл Через служение твоего Отца Является не просто духовным Не просто умственным Не просто физическим Не просто финансовым Оно является всем этим в совокупности И к этому нужно подходить С духовной точки зрения Для того, чтобы разобраться С судами во всех этих сферах Мы живем в последнее время Это очень важно Если мы прислушаемся К Божьему предостережению Если мы прислушаемся К тому, что говорит Его Слово Мы сможем вырвать из мира остальных Мы сможем вырвать тех, кто ходит в церковь Но едет не по той дороге На которой впереди их ждет катастрофа Мы сможем вырвать их из суда И перетянуть сюда, в славу И они смогут быть частью того, что делает Бог Поэтому Не обманывайтесь Бог поругаем не бывает Что посеет человек То и пожнет Так что все же религии Пожнут то, что они сеяли Давайте обратимся к 22 главе Евангелия от Матфея И мы увидим еще одну сваю На которой все это держится Это говорит Иисус Возлюби И это, между прочим, приказ Возлюби Господа Бога твоего Всем сердцем твоим И всей душою твоей И всем разумением твоим Сия есть первая И наибольшая заповедь Вторая же подобная ей Возлюби ближнего твоего Как самого себя На сих двух заповедях Утверждается весь закон и пророки Так что это закон сияния жатвы И закон сияния жатвы Утверждается на этих первых двух заповедях Соблюдайте их обе в послушании И ваша вера Не будет больше заражена Потому что совершенная любовь Изгоняет страх Как только страх начнет уходить Вы начнете мыслить здраво А любой здравомыслящий человек Не отвергнет Иисуса Оставив это на потом Любой здравомыслящий человек Не будет пренебрегать знаками Предупреждающими об опасности И срываться с моста вниз Ни один здравомыслящий человек Такого не сделает Но если бы никакого предупреждающего Об опасности знака там не было Понимаете Если бы Бог Не дал в этом видении Сигнал к тому, чтобы пробудиться Сказав нам о втором пришествии Иисуса Тогда бы мы Как-то могли оправдать То, что мы не обращаем на это Никакого внимания Но Бог Сейчас дает нам сигнал К тому, чтобы пробудиться Этого оправдания больше нет Бог говорит нам Через эти знамения и видения В этом-то и вся суть, верно? В этом-то и вся суть Пора изменить направление И внять Божьим знаком Вы должны прислушиваться к тому О чем говорят вам расставленные вдоль дороги знаки В противном случае Вы собьетесь с пути И окажетесь там Где вам не следовало оказываться Но у Бога тоже есть знаки Да, я говорю здесь именно о Божьих знаках Или знамениях Он поставил там свои знаки Это мы выехали не на ту дорогу Он поставил там знаки И все, что вам нужно сделать Это развернуться И быть послушными Вот почему мы, проповедники Должны начать проповедовать С огнем, горящим внутри нас Да Мы как никогда раньше Должны начать проповедовать Слово Божье О втором пришествии Христа Поскольку мы приближаемся к концу Когда Бог свернет этот мир Как одежду И даст новое небо и новую землю Да И Он избавит нас от наших болезней Нашего греха И нашей человечности Он уберет смерть Он принесет нам новую жизнь Он любит нас Ему приходится говорить нам Быть внимательными И приготовиться А это означает Изменить направление Прямо сейчас Не через каких-то 10 лет А прямо сейчас Бог не хочет Чтобы кто-либо был потерян Нет, Он этого не хочет Он не хочет, чтобы кто-либо погиб Но чтобы все были спасены Мы говорим о Я думаю, тебе следует обратиться К Евангелии от Луки 6, 38 Там говорится о том же самом Только другими словами Поскольку вы не можете Изменить эти основополагающие законы О чем бы вы ни говорили Это держится на этом основании Вы не можете этого изменить Если вы не меняетесь То так или иначе Оно вас изменит Это сильное утверждение Так оно и будет Если вы пробудетесь И покаетесь Вернетесь к этой заповеди Иисуса И удалите из своей жизни Всякие распри Станете послушны Заповеди любви И со стороны Иисуса Это не было просто советом Это не просто красивые слова На рождественской открытке Он заповедал это делать И по другую сторону Этой заповеди Находится свободная От страха жизнь По другую сторону Этой заповеди Находится оружие света Когда вы проходите Через все эти суды Приходящие на этот мир Вокруг вас И они вас никак не затрагивают Здравствуйте Я Кеннет Копланд Я могу сказать только то Что сейчас Вершится история Небесная история Земли Земная история небес Это не просто Три человека усели за столом И о чем-то разглагольствуют Это историческая встреча И вам нужно узнать В чем же тут суть Смотрите Вдруг Я увидел клубы Дэма В небе над Нью-Йорком И над восточной частью Соединенных Штатов Которые какое-то время Висели над той территорией А затем распространились по Америке Не касаясь земли И затем Бог рассеял их Погнав их На народы земли И я увидел И услышал Что я увидел? Я увидел Как что-то сходило свыше Кровь Курение И дым Во всяком случае Именно так Я видел это Своими духовными глазами Это было чем-то Настолько огромным Что практически Затмевало небо И затем я услышал Как Бог сказал Я даю знамение Это знамение Согласно второй главе Книги Деяний В которой апостол Петр Исполнившись Духа Святого Получив крещение Духом Святым Сказал, что будут знамения На небе Да Бог сказал Это одно из знамений Последнего времени Потому что мир Не готов Ко второму пришествию Моего Сына Он сказал Моя Церковь Не готова Ко второму пришествию Моего Сына Евреи С которыми я уже Несколько тысяч лет Состою в Завете Не готовы Ко второму пришествию Моего Сына Народы земли Не готовы Ко второму пришествию Моего Сына Моя Церковь Должна пробудиться Поскольку то, что я показываю В этом знамении Которое увидит Всякий глаз Услышит Всякое ухо Они увидят это Они не обязательно Будут знать Что это такое Но это сигнал К тому, чтобы пробудиться В отношении Второго пришествия Моего Сына Если вы пробудитесь И покаетесь Вернетесь к этой заповеди Иисуса И удалите из своей жизни Всякие распри Станете послушны заповеди любви И со стороны Иисуса Это не было просто советом Это не просто красивые слова На рождественской открытке Он заповедал это делать И по другую сторону этой заповеди Находится свободная От страха жизнь По другую сторону этой заповеди Находится оружие света Когда вы проходите через все эти суды Приходящие на этот мир вокруг вас И они вас никак не затрагивают Я думаю сейчас Об одном нашем общем друге О Денни Страттоне Который является пастором церкви На Уолл-стрит Он учит и проповедует О крови Иисуса О том, как слышать Голос Божий Всем сотрудникам Его штата Чтобы прийти на работу Каждый день приходилось Проходить через Всемирный торговый центр И когда рухнуло здание Всемирного торгового центра Не пострадал ни один член его церкви Ни один сотрудник его штата И ни один из членов их семей Им всем каждый день приходилось Проходить через него И он сказал, что практически все они Опоздали в тот день На работу Один из них уже подходил К входной двери Как вдруг услышал голос Бога Беги Он не знал, куда и зачем Но он просто развернулся И побежал по улице Успев отбежать от того здания До того, как в него врезался самолет Его это никак не задело Если мы Будем прислушиваться к этим знаком Или знамениям Мы будем этим телом Христовым Этим носителем силы Этим мощным источником света Прямо посреди всего происходящего И когда явятся эти знамения И раздастся этот звук Это будет видно и слышно по всему миру В какой бы для вас форме оно ни было Вы будете готовы Ваша церковь будет готова Вы будете теми, кому побегут люди И когда они прибегут в вашу церковь То они не услышат там Какое-то небольшое социальное Евангелие И кучу политической правоты Они услышат об Иисусе О том, что Он скоро грядет И посреди всего этого Люди будут выходить вперед на покаяние И взывать к Богу И мы увидим величайший приток душ Какого в истории еще не было Но им не нужно ждать этих событий Они могут покаяться прямо сейчас Они могли бы это делать Мы должны были это делать Мы сейчас уже отстаем Понимаете? Мы уже сейчас должны были это делать Шестая глава Евангелия от Луки Прочитайте 36 стих 35 стих Но вы любите врагов ваших И благотворите И взаймы давайте Не ожидая ничего И будет вам награда великая И будете сынами Всевышнего Ибо Он благ И к неблагодарным и злым Итак, будьте милосердны Как и Отец ваш милосерд Не судите и не будете судимы Не осуждайте и не будете осуждены Прощайте и прощены будете Давайте и даст вам Меру и добрую, утрясенную Нагнетенную И переполненную Отцыплют вам в лона ваше Ибо какую меру и мерите Вот оно, послушайте Какую меру и мерите Такой уже отмерится и вам Бог Он именно такой Он не пытается таким быть Он именно такой и есть Если я мерю вот этим Тогда именно это Он наполнит и вернет мне обратно Если я принесу ведро То в качестве моей меры Он будет использовать ведро Твой отец сказал мне 38 лет назад Он положил мне на спину свою руку И затем Спустя несколько секунд Сказал Выкатывай свои самосвалы Выкатывай и доставай все Что у тебя есть Только не какую-то мелочь Он сказал Потому что это грядет И это Не маленькая струйка Это не ручеек Это не река Это потоп Идет потоп Открывай свои ворота Выкатывай свои самосвалы То есть он говорил мне Не мерь ложкой Не мерь лопатой А то ложкой или лопатой Тебе и отмерятся Не мерь миской Мерь это самосвалом Достань самое большое Что только сможешь найти Двигайся вместе с потоком этого Возгрей себя в отношении этого И у меня в голове крутится Еще одно местописание Закон Духа Жизни Во Христе Иисусе Освободил меня От закона греха и смерти Это закон даяния Это закон любви Все, что делает любовь Это дает, верно? Кеннет Я держу в своей руке Пятидесятидолларовую купюру И Иисус сказал мне дать И я могу достать свой кошелек И взять из него Однодолларовую купюру Я могу взять Пятидолларовую купюру Я могу взять Двадцатидолларовую купюру Но у меня сегодня В кошельке нашлась Пятидесятидолларовая купюра У меня есть привилегия Выбрать любую из этих купюр Я могу дать на твое служение Доллар Я могу дать тебе Пять долларов Десять долларов Двадцать долларов Пятьдесят долларов Я не могу дать тебе Сто долларов Поскольку у меня нет Сто долларовой купюры Но у меня есть Пятидесятидолларовая купюра Я хочу показать вам Просто возьми это С удовольствием Я принимаю Да На твое служение И в Евангелии от Луки 6.38 Он говорит Давайте И это дастся И я только что дал тебе Пятьдесят долларов Давайте Они являются этим Это Это Я понимаю Исходя из этого Мне и будет отмерено Он отмерит мне обратно Эту сумму Я получу ее обратно И затем он будет Использовать это Чтобы мерить другие Пятидесятидолларовые купюры Он утрясет их Нагнетет Переполнит И переполнит Потому что Вот то Что я даю ему В качестве мерила Руководство С которым он возвращает Мне это И умножает эту сумму Для восполнения Имеющихся у меня нужд И это все меняет Это все меняет Но я должен дать это Да Господь Я вижу это И я думаю Что именно Такой молитвой Про возглашение Мы должны это закончить И учить не только тому Что я даю свои пятьдесят долларов Которые являются Моей самой крупной купюрой Но я даю свою лучшую милость Да Своё лучшее прощение Есть люди Которые причинили мне боль И я помню это Это вызывает у меня Неприятные чувства И я должен дать Это прощение Поскольку Если я его дам То все Если ты сеешь его Как семя То все Это как семя Которое я сею Ты так часто использовал Очень удачную фразу Семя Равноценной Компенсации Да Что бы вы не потеряли Какую бы вы не понесли утрату Может вы потеряли ребенка Потеряли свой брак Потеряли свою работу Свой дом Потеряли свой дом Потеряли свое здоровье Посейте новое семя Для равноценной компенсации Посейте новое семя Поскольку это семя Становится этим Оно становится основным мерилом Руководствуясь которым Ты понял это? Я понял это Я понял это Руководствуясь которым Он умножает Он возвращает вам Эквивалент того Что вы потеряли Мне это нравится И затем он утрясает И переполняет это Он начинает давать вам Переполнение через край И ты сказал Что в 2005 году Мы будем пожинать то Что мы сеяли В отношении его В 2004 Пора сеять Богу В отношении Второго пришествия Христа Это то что делал Исаак Он сеял во время голода Или другими словами Когда все шло не лучшим образом И он в тот же год Пожал во сто крат Я принимаю Во имя Иисуса Это И это это Посеяно Мы сеем это В это служение И мы принимаем Обильный урожай Во имя Иисуса Мы готовы К грядущим знамениям Будут ли они В этом естественном мире В интеллектуальном мире Или в духовном мире Это не важно Мы готовы к ним Во имя Иисуса Боже Веди нас Мы каемся Веди нас Веди нас Мы действительно Каемся Мы меняем Своё мнение В отношении Тех вещей Которые Отвлекали нас От нашей цели И мы обещаем Сегодня служить Тебе Всем своим сердцем Всем своим разумением И всею своей крепостью И со своим ожиданием И со своим ожиданием Да, аллилуйя И я молюсь сейчас За тех из вас Кто никогда не посвящал себя Господу Иисусу Христу Время на исходе Я обещаю вам Вам не захочется быть На стороне тех людей О которых говорил Кеннет Коупленд Вам не захочется быть На стороне вечных мук Вам захочется быть На стороне Связанной с небесами А для этого Как сказал Иисус Вы должны родиться свыше И я буду вести вас В молитве Я буду говорить Слова этой молитвы И если вы помолитесь Ею вместе со мной Если вы произнесете Вместе со мной Слова этой молитвы Говоря их от сердца Иисус Христос Войдет в ваше сердце И вы уже никогда Не будете прежними Можно мы с Кеннетом Будем повторять эту молитву? Да, а вы повторяете ее Там, где вы находитесь Молитесь ею вслух Вместе со мной Кеннетом и моим отцом Отец Отец Во имя Иисуса Во имя Иисуса Я вижу это Я вижу это Я вижу это Я понимаю Я понимаю И я не хочу пропустить это. Поэтому во имя Иисуса, я каюсь. Я меняю свое мнение. Я отворачиваюсь от своего прошлого. Я отрекаюсь от дьявола и всех его дел. И я принимаю Иисуса Христа. Я принимаю Его сейчас. Своим Господом и Спасителем. Спаси меня, Иисус. Исцели меня. Исцели меня. Исбавь меня. И освободи меня. И освободи меня. С этого момента. С этого момента. Я буду служить Богу. Я буду служить Богу. Аллилуйя. Если вы говорили это от сердца, тогда вы родились свыше. Вы спросите. Кеннет, Ричард, это так просто? Конечно, просто. Да, если вы искренне, если вы верите. Я помолился точно такой же молитвой, стоя на коленях, положив голову на колени моей мамы. Когда в послушании тому пророчеству, которым ты надо мной помолился, я вернулся домой и отдал свое сердце Богу. И моя жизнь исправилась. Мне было 19 лет. Слава Богу. И знаете, я спасся. И если вы искренне помолились этой молитвой, то вы родились свыше и никогда уже не будете прежними. Вне всяких сомнений. И, Кеннет, пора помолиться за святых, многие из которых чуть теплые, многие из которых ничего не знают на втором пришествии Иисуса, многие из которых потрясены этим откровением, этим видением. Ты мог бы помолиться за всех нас? Отец, во имя Иисуса, мы принимаем Твое Слово через Твоего слугу Орла Робертса. Мы принимаем его, и оно возгревает наши сердца. Открывай нам больше об этом, Отец. Показывай нам больше. Давай нам понимание. Учи нас, используя это. И показывай нам из Твоего записанного Слова. Веди нас в том, как мы должны реагировать и отвечать Тебе и миру. И, Отец, мы молимся о тех вещах, которые сатана собирается обрушить на эту землю, неся великое разрушение. Боже, мы молимся. О Господь, во имя Иисуса, мы провозглашаем над Тобой, Сатана, что Ты откажешься от того, что Ты предпринимаешь против нашей страны, против тела Христова и всего того, что принадлежит Богу. Я запрещаю Тебе, сейчас же убери свои руки от Божьей собственности. Я молюсь сейчас о том, чтобы тело Христово осознало важность послушания тому, что исходит от Бога. Не бойтесь, не смущайтесь, ибо Господь, Бог ваш, держит вас за правую руку, как маленького ребенка. И Он будет вести вас намного быстрее, чем вы это себе представляли, к духовной зрелости. И вы будете знать больше, чем вы знаете, вы знаете. И вы будете видеть больше того, что вы когда-либо ожидали увидеть. Потому что это время Бога. Это Его час. Поэтому радуйтесь и объявите миру, что Иисус скоро грядет, и приготовьте себя для Него, ибо Он грядет за победоносной церковью. И вы часть ее. Аллилуйя. Кеннет, Ричард, знаете, когда Бог показал мне в этом видении те клубы дыма, которые сначала висели над Америкой, а затем с Америки их погнало по всей земле, то Бог сказал, «Я пытаюсь пробудить моих людей, чтобы они изменились, и чтобы Евангелие горело в их сердцах и их разуме для того, чтобы вы могли исполнить то, что Я сказал, могли нести мое Евангелие и учить все народы, чтобы они не были потеряны во время второго пришествия Иисуса». Те из вас, кто помолился с нами сегодня этой молитвой, и сделал Иисуса Господом в своей жизни, напишите в нашу миссию. Я вышлю вам этих несколько небольших книг, причем совершенно бесплатно, чтобы помочь вам начать изучать Библию. И вы для себя сами сможете все это узнать. Я также вышлю вам эту небольшую брошюру, чтобы научить вас, как изучать Библию. «Какой ваш почтовый адрес?» «79-00, Украина, Львов, абонентный ящик, 84». «Миссия Кеннета Копланда». «Миссия Кеннета Копланда». «Я получил твои 50 долларов, и я добавлю к ним еще 50 долларов, поскольку у тебя в кармане должно быть 100 долларов, ведь возможно тебе снова захочется дать. И тогда тебе понадобится...» «Нет, у меня в кармане нет 100-долларовой купюры». «Тебе есть?» «Поскольку я добавляю еще 50 долларов». «И...» «Вот они». «Вот они. Но я...» «И ты хочешь, чтобы Бог мерил не пятидесятками, а сотнями». «Да». «Да, да, да. Вот о чем ты думаешь». «Понимаете, 50 из этих долларов ничего мне не стоили. Поэтому я беру 50 долларов, которые ты мне дал, и даю их Ричарду, и добавляю к ним еще 50». «Да, но ты хочешь, чтобы Бог удвоил это и утроил это». «В действительности я думал об удвоении». «Знаешь, почему он этого хочет?» «Потому что он знает, что время коротко». «Аллилуйя». «Он хочет это сейчас». «Да, Аминь, я не шучу». «Я не шучу». «Позвольте мне в заключение рассказать один эпизод, который произошел на прошлой неделе. В Калифорнии, в городе Коттонвуд, есть один проповедник, который купил большой участок земли, чтобы построить церковь, поскольку ему приходилось проводить воскресенье по пять служений, что было очень неудобно. Однако власти города не разрешили ему ее строить. Он обратился в суд и выиграл свое дело. Так что власти городов больше не могут отказывать церквям в праве строить свои здания. «Слава Богу!» «Аллилуйя». Он получил этот отказ в прошлом году и начал бороться. И тогда вся Америка знала о той борьбе, которую он вел за спасение церквей, чтобы они могли строить свои здания и чтобы городские власти не могли запрещать проповедь Евангелия. И мы поехали с ним поиграть немного в гольф, и он так ударил по своему мячу, что тот улетел в озеро. Он пошел искать свой мяч, поскольку он купил совершенно новый мяч, и я пошел с ним. Мяч упал не так далеко, и он подумал, я могу позвать своего водителя и, держась за него, дотянуться до мяча. Но его водитель на сантиметров 20 был ниже его. И он сказал, «Да, так мне до него не дотянуться». И недавно он спросил у меня, «Брат Робертс, помните, что вы тогда сделали?» Я ответил, «Я помню саму сцену, но я не помню, что именно я сделал». Он сказал, «Пока я стоял нагнувшись, и это было на склоне холма рядом с озером, держась за своего водителя и пытаясь дотянуться до мяча, вы сказали, «Бейлес, дай мне свою левую руку». Он сказал, «Вы протянули мне руку и сказали, дай мне свою левую руку». Я так и сделал. И он сказал, «Вы сказали, Бейлес, я буду держать тебя за руку, а ты постарайся дотянуться до мяча, я не дам тебе упасть в озеро». И он сказал, «Меня как будто что-то ударило в живот». Я подумал, «Я упаду в это озеро». Я сказал, «Нет, Бейлес, ты не упадешь». Он сказал, «Я потянулся за мячом, я чувствовал, что вы держите меня, и я остановился. И вы сказали мне три слова, «Бейлес, доверься мне». И он сказал, «Тогда как прошло все это судебное разбирательство, от властей города я получил отказ, и если бы они выиграли, тогда бы ни в одном городе Америки церкви не могли бы строить свои здания там, где им нужно было». То есть это затрагивало всю страну. Я не знал, что я буду делать. И я услышал, как Бог сказал, «Бейлес, доверься мне». Аллилуйя. И он сказал, «Я достал свой мяч для гольфа, и я выиграл суд». И сегодня он строит здание стоимостью 25 миллионов долларов, вмещающее несколько тысяч людей. Оно будет открыто буквально через несколько месяцев, прямо там, в районе Коттенвуда, Калифорния. И в заключении я хочу сказать, все, что вы сегодня услышали, вы слышали не просто нас. И Иисус говорит вам, «Доверьтесь мне». Доверьтесь мне. Доверьтесь мне. Аллилуйя. Аминь. Могу я поблагодарить тебя? И спасибо тебе, Иришн. За то, что ты был послушан Богу и последнее... Аминь. Спасибо. ...сорок с лишним лет был таким хорошим духовным отцом и примером для подражания. Это было настоящее приключение. Я хочу публично поблагодарить тебя. И спасибо за то, что вы позволили мне сидеть сегодня между вами. Аллилуйя. Я благодарю Бога за вас обоих и за каждого, кто смотрел сегодня эту передачу. Аминь. Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копланд. Сегодня мы благословлены возможностью видеть в нашей студии госпожу Билли Брим. И мы с Глорией тоже здесь. Мы будем говорить о том видении, которое Бог высвободил с небес на землю через Своего слугу Орела Робертса. Вы слышали о нем всю эту неделю. Но мы собираемся дать на этот счет некоторые свои комментарии. По мере того, как Господь будет вести нас и открывать наши глаза на то, что Он сказал нам и миру через Своего слугу. Слава Богу. Мы поговорим об откровении этого видения и о том, что мы должны с этим делать. Отец, мы просто благодарим и прославляем Тебя за эту божественную привилегию – получать откровение с небес. Слава Богу. Нам не нужно сидеть и ждать, пока у нас на глазах что-то взорвется. Мы можем быть предупреждены заранее. Мы можем ходить в этом. Вместо того, чтобы быть теми, на кого изливается суд. Мы являемся частью Твоего суда. И мы благодарим Тебя за это. И мы воздаем Тебе хвалу и отдаем себя сегодня в Твоей руке во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Госпожа Билли, добро пожаловать на нашу передачу. И я также хочу поблагодарить Бенни Хина и сотрудников его штата за то, что они предоставили в наше распоряжение его студию здесь, в Калифорнии. Это было замечательно. Мы приехали сюда вместе с Глорией и Билли, и Глория с Билли тоже находились в студии, когда брат Робертс рассказывал о своем видении на тех передачах, которые вы смотрели всю эту неделю. В начале, мне бы хотелось отметить здесь некоторые вещи. И потом, мы бы могли начать делиться тем, что говорит об этом Писании. Это видение является для меня сигналом к тому, чтобы пробудиться. Верно. Я не собираюсь ждать, пока на Земле произойдет что-то еще, чтобы наконец пробудиться. Нет. Это для меня сигнал к тому, чтобы пробудиться. И это и для вас должно быть сигналом к тому, чтобы пробудиться. Я заметил, что брат Робертс сказал, что эти клубы дыма сходили на Землю, и затем они остановились и просто зависли над Нью-Йорком. Не касаясь Земли, так он сказал. Господь обратил на это мое внимание. И с тех пор это не выходило у меня из головы. И сегодня утром он снова мне об этом напомнил. Эти клубы дыма двигались по направлению к Нью-Йорку. Это не то, чтобы Бог проснулся в одно прекрасное утро и сказал, так, наверное, я просто выжму из Нью-Йорка все соки. Нет, суд приходит абсолютно не так. Нет, не так. Вы заметили? Он говорил о Ное и о его ковчеге. Да. И Библия говорит, что Земля настолько наполнилась грехом, что это просто вылилось в этот потоп. Если бы Бог просто сидел и смотрел на все это, человек бы полностью сам себя уничтожил. Он бы уничтожил себя не атомными бомбами, а грехом. Грех приносит смерть. А смерть является разрушением для всех материальных вещей. Обрушился бы потоп, и на этом бы всему пришел конец. Если бы не Божья любовь к его телу и к потерянным людям, потоп бы просто обрушился на Землю, все уничтожив, и на этом бы все и закончилось. И в то время Бог ждал, пока на Земле не нашелся один человек, который мог спасти творение. Он им всем дал время покаяться. Ной годами. Он проповедовал долгое время. Это грядет, это грядет, это грядет. Ной был сигналом к тому, чтобы пробудиться. Да, и Писание говорит, что он был проповедником праведности. Но они не пробудились. Среди того злого поколения Ной проповедовал о том, в чем состояла воля Божья. Он проповедовал, проповедовал, проповедовал. Но они не слушали до тех пор, пока не начался дождь. И потом они послушали только потому, что никогда раньше не видели дождя, как сказал брат Робертс. До этого Земля орошалась росой и подземными водами, которые поднимались где-то каждые 24 часа и поили корни растений. Так было до того, как разрушилась твердь, и небо стало таким, каким мы видим его сейчас. Но когда пошел дождь, они были до смерти напуганы. Все начало рушиться. Они стучали по стенам того ковчега, пытаясь попасть внутрь. Но дверь была закрыта. Теперь это для нас сигнал к тому, чтобы пробудиться. Да, верно. Поэтому церковь, пробудись. Вот он. Если вы смотрите нашу передачу, и вы еще не являетесь частью тела Христова, то покайтесь и примите Иисуса своим Господом и Спасителем. Будьте вырваны из этого мира и помещены в тело Христова. И идите вместе с нами, хвала Господа. Дверь ковчега еще открыта. Аминь. Я хотел бы здесь кое-что отметить. Прежде чем мы начнем комментировать это видение, поскольку есть некоторые вещи, которые нужно здесь оговорить. Это знамение последнего времени. Это уже давно надвигалось. Если бы это не было остановлено прежде, чем оно успело опуститься на землю, это просто принесло бы опустошение. Но Бог остановил это прямо там, над Нью-Йорком, и оно просто зависло там. И затем, как сказал брат Робертс, Господь сказал ему, что это рассеялось. Я не верю, что оно должно было рассеяться на своей первой стадии. Но когда мы несколько недель назад впервые об этом услышали, еще до того, как это было предано гласности, мы начали молиться. Мы с Глорией и молитвенное служение Билли по всему миру, сразу же начали молиться об этом. Рэйчел Тифа Тейлер, Линна МакХаммонд, наша дочь Терри и другие члены нашей семьи, и, конечно же, молитвенная группа нашей церкви. И многие другие просто ухватились за это. И когда я, где-то спустя час после того, как только об этом услышал, спросил у Господа, «Господь, мы можем это остановить?» Он ответил, «Нет, вы не можете это остановить, это грядет, но вы можете уменьшить интенсивность и силу этого». Да. Но я все равно думал, что это опустится на землю. Я думал, что это опустится на землю, и уж именно так, нам и придется с этим разбираться. Да. Однако, чем больше об этом молились, в конце концов наступил такой момент, когда Господь сказал брату Робертсу. И он не сказал ему все это за один раз. Он не получил все это сразу же в тот момент, как только все это увидел. Но после того, как он и другие несколько дней молились, Господь сказал ему, «Это остановится, зависнет там и рассеется по миру». Это подводит нас к тому, что сказал мне Господь. Он сказал, «В первую очередь я думаю не о грехе. В первую очередь я думаю о моем теле, о церкви и о потерянных». Именно поэтому я сейчас об этом и говорю. Чтобы это стало для вас сигналом к тому, чтобы пробудиться, а не для того, чтобы вы ждали, пока оно будет здесь зависать. И кто знает, что еще произойдет? Поскольку, когда вы получаете с неба такое видение, вы не видите всего целиком. Вы видите лишь отдельные части. И брату Робертсу потребовалось несколько дней, прежде чем он смог выразить словами то, что он увидел. И прежде, чем комментировать это, нужно добавить вот еще что. Это было курение, дым, причем кровавого цвета. И сильнейший звук. Он также отметил, что видел в этом и огонь. И Господь напомнил мне о том, что звук намного разрушительнее огня. Он намного разрушительнее любого дыма или любой другой разрушительной силы, которая по своей природе не является ядерной. На Содом и Гоморру пришел суд, и он не остановился. Он пришел на эти города. Он не завис там, но в то же время Бог дал Аврааму сигнал к тому, чтобы пробудиться. И Авраам ходатайствовал перед Богом, сдерживая этот суд до тех пор, пока лот не был выведен оттуда. Но суд все равно пришел. И вот о чем он мне здесь напомнил. Он сказал, что на Содом и Гоморру обрушился огонь и сера. Так что звук не участвовал в той разрушительной работе. Кстати, звук является частью арсенала вооруженных сил Соединенных Штатов. Возьмите, к примеру, один из наших сверхзвуковых бомбардировщиков, таких как Би-2. И пусть он пролетит на небольшой высоте над землей. Ему достаточно просто пролететь над тем местом, и эта ударная волна, когда самолет преодолевает звуковой барьер, то вы слышите хлопок. И если он преодолеет этот звуковой барьер на высоте нескольких сотен метров над землей, то эта звуковая волна сметет все на своем пути, идя большим широким фронтом. Она принесет разрушение. Это подобно землетрясению. Частота этой звуковой волны больше той, которую могут выдержать здания, и это является частью арсенала наших вооруженных сил. Эскадрильи сверхзвуковых самолетов достаточно просто пролететь над каким-то местом, и им даже не нужно нести с собой никаких бомб. Они оставят после себя одни руины, поэтому звук чрезвычайно разрушителен, если его использовать в качестве оружия. Да. И в разуме людей сразу же возникает вопрос. Что это такое? Это первый вопрос, который возникает у страха. Страх сразу же думает, где я могу спрятаться? Как я могу отсюда убежать? Что я могу сделать? Не реагируйте на это в страхе. Это является для нас сигналом к тому, чтобы пробудиться. Так, чтобы мы могли разобраться с этим страхом и были готовы помочь тем, кто реагирует в страхе и бежит к нам в поисках убежища. Тогда мы сможем служить им. Поэтому телу Христову незачем этого бояться. И если, слыша об этом, вы чувствуете в своем духе страх, то первое послание Иоанна 4,18 говорит, «Боящийся несовершен любви». Возьмите места Писания, говорящие о любви, начните исповедовать своими устами заповедь любви и исповедуйте во имя Иисуса, что вы избавлены от Божьего гнева. Вы освобождены от Него во имя Иисуса, и это не придет на вас. Это придет на землю. И мы стоим в этом вместе с Богом. Я спросил Бога, «Господь, как нам поступать, когда возникает такой вопрос? Во-первых, лично мне все равно, что это будет. Я готов, я защищен». Лично тебе все равно. Да. Лично мне все равно. Мы живем под кровом Всевышнего. Аминь. И только смотреть будем глазами своими и видеть возмездие нечестивым. Для нас это как фильм. Плохой фильм. Да. Хороший и плохой. Я имею в виду, что мы знаем, чем все закончится. Поэтому нас это не пугает. Мы знаем, что это. Но люди будут задавать этот вопрос. Они задают его прямо сейчас. Что это такое? Хорошо. Что угодно, что издает звук. Что угодно, что производит дым. Что угодно, что производит огонь. Что угодно, что производит клубы дыма. И что угодно, что заставляет людей каяться. Поэтому это может быть комбинацией много чего. Могут произойти определенные вещи. Что может отразиться и на нашем естественном мире. Я не знаю, что это сделает с электричеством. Я не знаю, что это сделает со всем остальным. Но. Давайте сейчас обратимся к некоторым местам Писания. Мы начнем со второй главы книги Деяний. А пока нам нужно помнить, что Бог уже проявлял себя на земле. Книга Исход. 19 глава, 16 стих. Он проявлял себя в виде столпа облачного и столпа огненного. Да. Он проявлял себя в виде облака, в виде сияющего облака. Он проявлял себя в виде дождя, в виде молнии. Он проявлял себя в виде ветра и в виде шума. В день Пятидесятницы, когда Дух Божий наполнил эту земную атмосферу, я хочу, чтобы вы знали, что они услышали это. Да. Там не сказано, что он пришел, как несущийся сильный ветер. Там сказано, что сделался шум, как от такого ветра. Знаете, в одном из еврейских толкований говорится, что когда Бог проговорил на горе Синай, то это пронзило их. Это вошло в них так, что они не могли это выдержать. Не могли выдержать. Именно поэтому они попросили Моисея разговаривать с ним, поскольку они не могли выдержать той силы, которую несли его слова. Когда после записи первых передач мы поехали к брату Робертсу домой, я попросила его продемонстрировать это еще раз. Он вышел в коридор, ведущий в его спальню. И когда он вышел из-за угла своего коридора, чтобы продемонстрировать мне это, казалось, как будто это снова произошло. И первое, что он отметил, так это вот этот звук. Именно этот звук и произвел на него наибольшее впечатление. Он сказал, он пронзил мои кости, мои мышцы, каждую клетку моей плоти. Именно так они его и описывали. И когда после этого видения он пошел рассказать о нем своей дорогой жене Эвелин, то он сказал, моя плоть все еще трепетала от этого звука. Да. На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии и густое облако над горой, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. Во второй главе книги Деяний... Кеннет, посмотри следующий стих. Да. Я не собирался его читать. Прочитай его, Билли. И звук трубный становился сильнее и сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. О, это звук. Мы говорим о горе Синай. Задумайтесь на секунду об этом. В то время Никто ничего громче грома никогда не слышал. Все, что они когда-либо слышали, это раскаты грома. Тогда никто из людей ничего не взрывал. Верно. Не было никаких бомб. Они не умели этого делать. Ничего громче удара молнии они никогда не слышали. Поэтому, если бы вы были пророком и писали об этом, как бы вы описали этот звук? Это все равно, как если бы кто-то протрубил в рог прямо вам в ухо. Верно. Это было бы настолько громко. Громче и громче. Он становился все сильнее и сильнее. И только так он и мог его объяснить. Как и брат Роберт, он смог его объяснить, только лишь проведя аналогию со своим другом, присутствовавшим при запуске космического корабля. Если вы когда-либо слышали этот звук, «Боже мой!» Но он сотрясает всего лишь 16 квадратных километров. У вас одновременно включается несколько двигателей, мощностью в миллион лошадиных сил. Это несущийся сильный ветер, которого никто никогда раньше не слышал. Но суть всего этого в следующем. Проявление всего того, что мы видели, но по своей силе превосходящее все то, что мы когда-либо видели или слышали, просто нависло сейчас. Поэтому сказать, что «это это, или это то, или еще что-то...» Когда Господь ответил мне на этот вопрос, Он сказал, что угодно, что издает звук, что угодно, что производит дым, что угодно, что производит огонь, что угодно, что производит клубы дыма, и что угодно, что заставляет людей каяться. Поскольку неважно, что это. Нет. Потому что Бог остановит это прежде, чем оно опустится на Нью-Йорк, греховную столицу мира, и рассеет это по всей остальной земле. И мы не должны забывать, что у нас также есть телевидение, которое охватывает весь мир. Да, я думала об этом. Так что люди увидят это. Знаешь, Кеннер, разными путями. Говоря о покаянии, Глория, когда вы 1 августа прошлого года проводили свою конференцию верующих, и Глория позвала меня к себе в комнату и рассказала, я не знаю, как давно вы уже об этом знали, но она рассказала мне о видении брата Робертса, и она пометила для себя из разговора с тобой то, что он здесь прямо не сказал, но я верю, что он просто это пропустил. Он сказал, что он видел, как люди бежали к тому, что они слышали. Да, верно. Он видел, как люди бежали к тому, что они слышали. Я поняла это так, что если они слышали, как кто-то говорил о Господе, о Библии, о Божьем плане, то они сразу же к этому и побегут. Они будут знать, что нужно бежать к этому. Поэтому это согласуется с тем, что Господь сказал тебе насчет чего угодно, что ведет к покаянию. Да. Посмотрите, о чем пророчествовалось в Новом Завете в книге Деяний. И здесь Петр цитирует пророка Иоиля. 17 стих. «И будет в последние дни, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши с наведениями вразумляемы будут». Мы ходили в этом 2000 лет. Как будто это и были последние дни. «И на рабов Моих, и на рабынь Моих в те дни и залью от Духа Моего, и будут пророчествовать». Заметьте, как оно здесь связано. Это два разных стиха, но это одно предложение. «И будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится в тьму и луна в кровь прежде, нежели наступит День Господень, Великий и Славный». Да. И заметьте, это не обязательно что-то разрушительное. Верно. Он сказал, что это будет принесено на крыльях пророчества. Да. Рабов и рабынь Божьих. Знамения. «Мы ими и являемся». Да. «Мы эти рабы и рабыни». И Бог проговорил к Своему рабу, Орлу Робертсу. Да. Я заметил, что то, что Господь сказал мне 31 декабря 2003 года в отношении 2004 и 2005 года, прекрасно, просто в точности с этим согласуется. «И когда я пришел с этим перед Господом, когда брат Робертс позвонил мне буквально через несколько часов после того, как он увидел это видение, я пришел перед Господом с тем, что он сказал и показал мне, и спросил, «Так в чем же здесь разница?» Он напомнил мне 10 главу первого послания Коринфянам. В ней говорится. Да. Да. «С кем Бог на земле имеет дело?» В 32 стихе Павел говорит, что «есть церковь, иудеи и народы, или неспасенные». И наше сглорие служение нацелено на церковь. Служение брата Робертса нацелено на этот мир. Да. Твое служение в основном нацелено на церковь и на иудеев. И Бог может говорить то же самое. Но для церкви это будет звучать одним образом, для мира другим, а для иудеев это может звучать третьим образом. Поскольку мы действуем, опираясь на один завет, иудеи в основном опираются на другой завет, а мир вообще ни на какой завет не опирается. Поэтому это послание для всех будет звучать по-разному, но содержание будет одним и тем же, и оно будет по-разному всех затрагивать. Безусловно. Наше время уже подошло к концу. Я хотел бы дочитать это, а в понедельник мы продолжим наш разговор. «И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу. Кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде, нежели наступит день Господень великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Слава Богу. Поэтому это заставит людей призвать имя Господа. И когда они это сделают, вот тогда-то нам и нужно быть готовыми. Это так. Нам нужно быть готовыми. Нам не нужно, как кроликом, прятаться по норам. Мы должны стоять и быть готовыми принять этих людей, научить их, поднять их и приготовить их. Слава Богу. Это то, что сказал брат Роберт. Поскольку Иисус грядет. Да. Аминь. Аминь. Слава Богу. Это было здорово. Аминь. Мы вернемся через минуту. Большинство из вас знает, что каждая пятница является на передаче «Победоносный голос верующего» днем пожертвований. И мы в этом случае всегда используем следующее местописание. «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». Но седьмой стих сегодня особенно важен. Не обманывайтесь. «Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет». Это очень важно. Да. В этом-то и вся суть. Точно. Вся земля сеет свою плоть, пока это все не будет готово взорваться. Если бы Бог не вмешался и не помешал этому грехованному урожаю принести свои плоды, сатана бы раньше времени уничтожил эту землю и сделал бы Бога лжецом. Но этого не будет. Иисус грядет. Хвала Господу. «Осеющий в дух, от духа пожнет жизнь». Молитесь и решайте, слушая Господа, что вам следует посеять в это служение в финансовом плане. Слава Богу, чтобы помочь транслировать эти передачи по всему миру. Особенно сейчас. Весь мир должен заранее услышать об этом. И мы будем много об этом говорить. «Отец, мы молимся об этом дне пожертвований. Во имя Иисуса мы принимаем их. Мы просим Тебя открыть людям, как они в финансовом плане могут участвовать в этом служении. И мы благодарим Тебя за это. Мы просим Тебя благословить их так, как им даже и не снилось. Во имя Иисуса». Хвала Господу. Напишите нам по адресу, который вы видите на экране. Где бы вы не смотрели нашу передачу, ваши пожертвования остаются в вашем регионе, чтобы снова служить вам через телевизионные передачи и другую работу нашего служения. Они не уходят в Соединенные Штаты, если только по какой-то причине вы сами не решили отослать их в Соединенные Штаты. Но это ваша часть. Ваши пожертвования работают там, где вы смотрите нашу передачу. Хвала Господу. Если вы хотите получить наши книги, напишите нам по адресу, который вы видите на экране, и мы вышлим их вам. Иисус грядет. Вы слышали, что я сказал? Да, скоро. Брат Робертс ткнул мне пальцем в лицо и сказал, «Пробудись! Иисус грядет!» Я ответил, «Да, Иисус грядет!» «Да, слава Богу!» «Скоро!» «Скоро!» «Быстрее, чем когда-либо раньше!» Мне нравится, что сказала как-то Глория. Люди говорят, «А мы еще не последнее поколение!» «Это ваше последнее поколение!» «С какой стороны на это не посмотреть?» «Слава Богу!» Мы с Глорией и госпожой Билли увидимся с вами в понедельник, а пока мы, Кеннет, Глория и Билли Брим говорим, что Иисус... Господь! «Брилли Борошенко» «Бί finances», ne Interior «Брилли Б в мире» «Брилли Мактон» «Останк» «Брилли Блгар» «Брилли Б era твой comfortably등». Субтитры создавал DimaTorzok